Это программа День с толком, в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Крупный пожар в Барнаульском приюте Бусинка. Есть погибшие, из-за чего могло произойти возгорание? Закрыли рот. Правоохранители начали проверку после сообщения о возможных издевательствах в детском туберкулезном санатории Барнаула. Парк, о котором мечтают в каждом районе города, в Изумрудном подводят итоги работы за пять лет. Итак, более 700 животных удалось спасти во время пожара в Барнаульском приюте Бусинка этой ночью. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. Власти города взяли на контроль восстановление приюта. Подробнее о трагедии расскажет Данил Кузнецов. В семь вечера в пожарную часть поступает вызов от приюта животных Бусинка. Спустя примерно 10 минут огнеборцы уже начинают тушить крышу, кровлю и стены здания. Несколько людей помогают выносить кошек. Личным составом было эвакуировано более 700 животных. Ликвидировали открытое горение примерно за полчаса. Огонь задел 150 квадратных метров. Специалисты пока не говорят о причинах возгорания. Однако работники приюта считают, что это случайное стечение обстоятельств, которое началось из-за котельной. Скорее всего, это искра от печи. И были стройматериалы возгораемые легко находились в непосредственной близости. Их просто не успели отнести. Обгорели две комнаты на первом этаже. На втором ярусе частично упал потолок из-за воды, которой тушили пожар. Дым был чуть ли не во всем помещении. Поэтому кошек буквально выпускали из окон и из последних сил выносили. Несмотря на запреты полиции и огнеборцев. Я понимала, что без меня они просто не выберутся. У них нет никаких шансов. И о себе я думала тогда в последнюю очередь. Естественно, и пожарным, и полиции не нужно было, чтобы здесь еще кто-то погиб, сгорел. И в основном они занимались тем, что они следили за мной, чтобы я сюда обратно не забежала. Но получалось у них это слабо. Закончилось это все тем, что я со стресса, либо все-таки надышалась. Я потеряла сознание. И только тогда им удалось меня увезти в скорую помощь. Выбирали? К сожалению, все равно 9 кошек спасти не удалось. Это для нас большая трагедия. Тех кошек, что спасти удалось, переместили после пожара в целые комнаты. Сейчас по несколько особей ютятся в одной клетке. Часть отдали на передержку. Еще несколько сбежали, попутно поцарапав спасителей. Кто-то самостоятельно выходил и спокойненько вот здесь ожидал на диване. Ну вот у нас за моей спиной находится диван. Кто-то наоборот прятался, и мы находили его только спустя 3 часа после пожара. Кто-то, естественно, был в диком стрессе, и, соответственно, это сказывается на наших руках. Может быть, на мне это не так сильно, у мужа моего вспорят руки. У меня вот пальцы большие. Переместить животных некуда. Поэтому они, скорее всего, останутся в приюте. Для этого волонтеры сейчас делают генеральную уборку. Помочь все неравнодушные могут, перейдя по QR-коду на экране или переводом средств на эти телефоны. А помощь очень нужна. Тем временем власти Барнаула уже взяли на контроль восстановление помещения. Чем быстрее здание отремонтируют, тем больше шансов, что животные смогут пережить эту зиму. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Сотрудница Барнаульского детского туберкулезного санатория могла жестоко обращаться с малышкой из детского дома. Видео накануне появилось в социальных сетях. Закрылась. Больно? Значит, покой спать есть. Закрылась. Со слов очевидцев, все это случилось еще в феврале этого года. В СМИ сообщают, руководитель санатория пояснила, что на видео самый хороший педагог. Поэтому коллектив в шоке от увиденного. Женщины взяли объяснительную. Она рассказала, что ребенок из детского дома якобы вел себя агрессивно. И девочку пришлось таким образом отстранить от других детей. Тем временем главный прокурор края Антон Герман поручил организовать проверку, чтобы разобраться в произошедшем. Также доследственную проверку в санатории организовали исследователи края. В Краевом Минздраве сообщили, что Людмила Лукьянова, которая исполняет обязанности главного врача, отстранена от должности. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 293 ГК РФ, то есть халатность. Кроме того, в ходе проверки следователями будет изучено видео, распространенное в социальных медиа, в котором демонстрируется применение физической силы в отношении малолетнего ребенка. Кстати, на днях в соцсетях появилась информация о том, что в этом же санатории весной пострадал мальчик. На протяжении месяца его якобы регулярно избивали ровесники из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. После возвращения домой ребенок начал терять зрение и попал в больницу на операцию. А эта чудовищная история произошла в одном из поселков Первомайского района. Неизвестный зверски избил и заживо закопал собаку. Она выжила, но получила много травм. Подробности в сюжете Юлии Щепиной. В таком состоянии собаку Зину нашли рано утром 28 августа. Заживо погребенная, она пролежала так два дня, но, вопреки всему, выжила. Эта женщина-волонтер. Для обеспечения безопасности мы вынуждены изменить ей голос. Нашли закопанной, собственно, по звукам из-под земли. Естественно, начали откапывать, откопали. Собака была жива, была полностью изуродована. Ей раскроили череп, был глаз вытекший. Собака была в тяжелейшем состоянии. И по характеру травм было четко и ясно понятно, что собаку избивали. Это именно избиение человеческих рук дела. Вернее, не человеческих. Зину искали целенаправленно после того, как она не пришла на кормление. В этом поселке со своей бродячей семьей она живет уже около пяти лет. Поэтому волонтеры забили тревогу. Нашли беднягу в 50 метрах от места кормления. Благодаря, видимо, собакам из ее стаи она осталась жива, потому что собаки пытались ее откопать. И поэтому мы нашли это место. Собака была абсолютно не агрессивная. Никогда она не агрессивная. Она, наоборот, боялась тех людей, обходила стороной. Кстати, за несколько недель до трагедии Зину все же удалось отловить и стерилизовать. Так четвероногая выглядела до чудовищной истории с погребением. Давай, не подведи нас, давай, каранкася. Сейчас Зина понемногу пьет, ест специальное жидкое питание и даже гуляет. Хвостатую выходили. Однако она все же лишилась второго глаза и стала слепой. Вот девочка после всех процедур. Лечение Зине предстоит еще долгое и дорогостоящее. По словам волонтеров, на спасение уже ушло порядка 200 тысяч. И, конечно, люди хотят привлечь виновного к ответственности. Ведь догадки, кто это мог сделать, есть. Как и прецеденты, когда живодеров привлекали к уголовной ответственности за свои деяния. Мы дадим человеку понять, что мы знаем. И наша задача в данный момент не допустить ничего подобного больше. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Новый мост в Барнауле ждет большая проверка. Обследование сооружения мера необходимая, так как сейчас встает вопрос о грузоподъемности и его техническом состоянии. Накануне стало известно, что диагностика займется компанией из Новосибирска. Подрядчик должен сделать не только диагностику самого объекта, но и его подводной части. Необходимо будет оценить прочность металла, бетона, состояние лакокрасочного покрытия. Итоги ранее проведенных обследований также проанализируют и дадут рекомендации для дальнейшей эксплуатации моста и необходимому ремонту. На эти цели регион выделит почти 8 миллионов рублей. В Бийск прибыл поезд, следующий по туристическому маршруту «Сибирь здесь». Участники проекта – блогеры, пенсионеры, семьи участников СБО и не только. Они смогли оценить виды Наукограда или, например, село Сростки, где вырос Василий Шукшин. Подробнее о программе и самом путешествии расскажет Данил Кузнецов. Сибирь здесь. Точнее только что прибыла в Бийск. Такое название носит проект межрегионального туристического маршрута, который позволяет пассажирам поезда познакомиться с историей и достопримечательностями крупных городов. Он появился при поддержке полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Сам поезд запустили 9 сентября из Омска. За это время он сделал несколько остановок, пока не доехал до Наукограда. Сегодня нас с туристическими целями посещает более 2 миллионов человек. Они выбирают для себя разные туристические маршруты. И маршрут межрегиональный «Сибирь здесь» займет и занимает в нем место, наверное, самое лучшее. От каждого сибирского региона 12 человек. Всего в презентационном туре свыше 100. В поезде можно увидеть членов семей участников СВО, волонтеров, пенсионеров, журналистов и блогеров. Пребывание участников промо-тура на территории Алтайского края обеспечивает туроператор «Ваш гид» при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, а также администрации города Бийска. Мы уже проехали Омск, Новосибирск. Сегодня приехали в ваш великолепный город Бийск. Поездки очень довольны, посетили очень много интересных мест. В Новосибирске вчера были в Большом театре и балета. Очень шикарное место, всем советую посетить. Одна группа отправилась в Горный Алтай на Манжирок и в тематический парк «Хранитель Большого Алтая». Другая – в село Сростки. В первую очередь участники программы посетили дом Василия Шукшина, где он прожил детские годы. Далее поднялись на гору Пикет, где установлен памятник великому писателю и режиссеру. Подойди на секунду, отойди чуть-чуть. Также участники программы посетили этнокомплекс, увидели пантеон славянских богов и зимний сад. Закончился день в самом Бийске. Гости прогулялись по архиерейскому подворью и улицам Наукограда. Следующая остановка – Томск. Данил Кузнецов. День с толком. В Барнаульской гимназии номер 42 сегодня обновили доску памяти. Ныне изображены портреты выпускников гимназии, которые защищали родину в разное время. И вот новая потеря. Никита Иванов, которому было всего 25 лет, погиб в зоне спецоперации. Старший лейтенант, родом из Барнаула, окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ России. Проходил службу в Белгородской и Воронежской областях. В сентябре прошлого года в городе Шебекино Никита погиб. Для родителей, друзей и для классного руководителя он навсегда останется в памяти, как самый добрый человек. Никита пришел ко мне в класс, в лучший семиклассник, скромный, нежный, ребенок, который всегда был тихим, спокойным, скромным человеком. И на вопрос, кем ты хочешь быть в этой жизни, он говорил, я хочу быть военным. Я хочу быть военным и я хочу защищать родину. Каждый рубль, вложенный в развитие Изумрудного, дал 8 рублей прибыли. Об этом не устает говорить руководитель парка Владислав Вакаев. И прибыли – это далеко не финансово. Это увеличение продолжительности жизни горожан, которые активно проводят свой досуг. Сегодня в Барнауле подводят итоги работы в парке за 5 лет. Что уже сделано и что еще предстоит, расскажем далее. Это кадры 2019 года. Сколько было совещаний, собраний, споров, причем как у общественников, так и у специалистов по поводу реконструкции того, каким парк должен стать после. Концепцию разработали общественники, губернаторы, городские власти ее поддержали. В том числе финансово и в парке началось преображение. Начали мы с одного знакового объекта, вот еще в 2020 году, это велопешеходная дорожка. По периметру парка прошла и были даже жалобы. Ай, так тесно, тут много людей. Действительно, это еще раз подтвердило, что мы идем в правильном направлении. Позже расширили внутреннюю сеть дорожек. К третьему году благоустройства приступили к самому ценному объекту. В Изумрудном появился пруд, площадь возле него и комплекс визит-центр. Четвертый год ознаменовал строительство амфитеатра и зеленого пляжа. Параллельно с этим каждый год мы проводили еще важную работу по восстановлению зеленого каркаса нашего парка. Потому что все-таки парк, мне надо забывать, это деревья, это в первую очередь зелень. И, соответственно, здесь тоже была зелень много пострадавшей. И поэтому мы что делали? Мы как раз провели масштабные высадки крупномерных деревьев. Порядка полутора тысяч с учетом деревьев этого года высажено. В этом году в Изумрудном появился пешеходный фонтан, спортивная площадка, парковка со стороны проспекта Сибирского, шахматный павильон, куда может зайти любой. Кстати, за пару месяцев, рассказывает Владислав, не пострадали ни столы, ни шахматные фигуры. Тут даже вот есть такая вот инфракрасная подогрев, чтобы он еще, ну вот сейчас октябре будет прохладно, ну он будет чуть-чуть подогревать. И это еще раз подчеркивает, что люди готовы к нормальным благоустроенным пространствам. То есть нет вандализма, нет воровства. Нельзя сказать, что реконструкция парка завершилась. Она продолжится. В следующем году в Изумрудном планируют установить павильоны для продажи сладостей. Появится новая инклюзивная детская площадка, будут высаживать новые деревья. Да и надо следить за сохранностью всего созданного. Ведь Изумрудный, по сути, опытная площадка, которая выстрелила и показала себя с лучшей стороны. В Барнаульсах все говорят, мы хотим свой Изумрудный у себя в районе, да, ну или там где-то поблизости от своего дома. И поэтому сейчас вот этот девиз «Мы хотим свой Изумрудный» он актуален. И поэтому нам нужно… Изумрудный в каждый уголок города Барнаульска. Ну, как минимум, вот нужно, чтобы несколько подобных парков появилось в городе. И тогда мы эту тему общественных пространств закроем и, соответственно, повысим и качество жизни барнаульцев. И создадим, ну, скажем так, дополнительные возможности для развития города. Есть вероятность, что тот самый департамент управления парками в Алтайском крае все же появится. По словам Владислава Вакаева, в конечном итоге к этому приходят все регионы страны. Ведь с помощью департамента проще управлять парками, необходимой для работ техникой, а также людьми. Он поможет все возникающие парковые вопросы решать более оперативно и эффективно. Будущее, в том числе Изумрудного, за этим. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Знакомый всем сюжет любимого фильма «Служебный роман» обретет новые краски. Премьеру спектакля покажут на открытии юбилейного 65-го сезона в Музыкальном театре Алтая. На генеральной репетиции побывала моя коллега Мария Костылева. В основу мюзикла «Служебный роман» лег популярный советский фильм. Но режиссер добавил свое видение и изюминку. Потому что спектакль и кино – совершенно разные вещи. Мы ни в коем случае не старались сделать это похожим на Миккова или на Френдлих. Но если какие-то оттенки в роли вдруг будут присутствовать, я думаю, что это совершенно естественно. Это прежде всего мюзикл. И, конечно, это определенный способ существования на сцене. Но прежде всего это вокальный способ существования. И далеко не каждый драматический актер может с этим справиться. Над «Служебным романом» трудилась постановочная группа из Санкт-Петербурга. Режиссер Наталья Индейкина подчеркнула, с нашими алтайскими актерами сработались. Группа талантливая. Сами артисты отмечают работа над постановкой. С таким педагогом – это огромный опыт. Таких нагрузок у нас еще не было. То есть это очень сложная работа, подробная, физическая. То есть такой, ну, даже где-то мы его называем кардио-спектакль, что мы очень много бегаем. То есть прям нагрузка колоссальная. Режиссер очень грамотная, очень мудрая. Дала пристройки, дала школу актерскую очень хорошую, крепкую. То есть труппа после вот этого спектакля уже прежней не будет. Над хореографией в этот раз пришлось поработать плотно. Все во имя искусства. Поэтому спектакль будет очень динамичный и, конечно же, танцевальный. Вообще в каждом акте у нас 6-7 балетных номеров. Они все разные, насыщенность, наполненности. Задача хореографии в этом спектакле, наверное, это дать после каждого события есть или эмоциональный подъем, да, еще больше драматическую часть усилить, кульминацию такую, да, создать эмоциональную, или, наоборот, дать какой-то выдох зрителю и оценку. Кстати, мюзикл рассчитан на широкую публику, а не только на тех, кто любит и знает знаменитый советский фильм. Посмотреть театральную версию служебного романа зритель сможет уже в эти выходные, 14 и 15 сентября. Мария Костырева, Алексей Фризин, День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» провели свой второй поединок в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. А наши паралимпийцы вернулись в соревнования, которые проходили в Париже. Обо всем по порядку расскажет наш спортивный обозреватель Дмитрий Дроздов. Второй матч домашней серии хоккеисты «Динамо Алтай» провели против магнитогорской «Магнитки». Гости до этого поединка уже сыграли три матча и все проиграли. Возможно, это слегка расслабило нашу команду. Магнитные бури на льду «Титов арены» начались уже на девятой минуте. Гости забросили первую шайбу, позже удвоили преимущество. А во втором периоде установили счет на дабло 0-3. Единственную шайбу ворота гостей забросил Егор Смирнов. Итоговый счет 3-1 в пользу гостей. Мы не реализовали те моменты, которые у нас были, не забили большинство. Где-то нам не хватило еще одного-другого гола, чтобы почувствовать уверенность, вернуться в игру. Маленько не в игровом режиме мы были. Поэтому первое поражение. Спасибо болельщикам за поддержку. Следующий матч хоккеисты «Динамо Алтай» проведут уже завтра вновь на своем льду. Домашняя серия игр продолжится матчем против Челябинского «Челмета». Начало поединка в 19.00. А так, сегодня утром в Барнаульском аэропорту встречали наших паралимпийцев. Ребята прилетели с Парижа, где весьма успешно выступили на паралимпиаде. Всего наша сборная завоевала 64 медали. Алтайский край добавил в общую копилку 7 различных медалей. Легкоатлет Александр Костин завоевал серебро в беге на 5000 метров и золото на 1500 метров. Плавец Роман Жданов также завоевал 2 золотые и серебряную медали. Лучший свой заплыв в карьере совершил Егор Ефросинин. Дистанция 50 метров. 5 паралимпийских чемпионов разных лет на одной воде. И наш земляк выиграл бронзовую медаль. В финальный день соревнований Егор завоевал еще одну бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем. Теперь наших ребят ждет небольшой отдых и время с семьей. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните нам по телефону редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...